Итак, всем привет, с вами Александр Ильич, это моя первая версия моего мода на Oblivion, мод такой обычный, сейчас я покажу в чем его суть, давайте начнем новую игру, у меня стоит поверх его еще один глобальный мод 6 гигабайт, который есть, я не помню название, название было в меню, если захотите, прочитайте, скачайте, мод очень хороший, вот который глобальный, мы тоже нормальный, да, первая работа со скриптами вполне хорошая, пока в основном в модах вот две эти специальности, первая сейчас покажу, вторая еще дорабатывается, вторая это квеста торговец, торговец так есть, не будем делать каких-то новых НПС, давайте сразу начнем, в мод добавлять сразу телепорт, телепорт работает вот как, и что он делает, я думаю по названию понятно, телепорт телепортирует на два места, первое это арена полностью работы, рабочая, которая как раз и дорабатывала, сначала давайте в магазин верить товар, чтобы телепортнуться, нужно нажать на этот, на какой-нибудь из двух вариантов и закрыть менюшку так, мы телепортнулись, торговец спит, сейчас, наверное, много времени уже сейчас он, наверное, ничего не продаст нам что не продашь он нам не хочет ничего продавать давайте-ка выйдем отсюда и тогда уже после этого зайдем опять в магазин и посмотрим, радаст ли он нам что-нибудь, потом я покажу вам аренду все это я делал довольно таки давно и долго и извиняюсь, если что-то вам не понравится я думаю, для первой работы вполне нормально, можете кидаться так, но и можете нет решайте как хотите, я просто покажу вам то, что я сделал, вот и все основная суть моды, это арена как раз, на арене вы видите, что можно будет делать ее я делал довольно долго, очень долго даже скажу вот это вот магазин торговца давайте-ка подождем несколько часов, чтобы было утро нет, 25, нам не нужно ждать подождем 12 часов до часу дня и потом я покажу торговца, что он продает у нас это пока еще не доработано, это в стадии разработки арена полностью сделана, может быть появятся новые возможности, может быть нет ждите обновления, я думаю все появится давайте зайдем посмотрим, он стоит уже у нас да, вот он что он нам продаст он нам продает, вот он продает даже заклинание у него можно купить эмулет могущество он стоит вот такую сумму, очень дорогую но он добавляет очень хороший атрибут для мага у него можно купить много всяких вещей, всякие великие камни душ зелье хорошее, это еще в стадии разработки давайте я покажу вам самую сладкую вещь моего мода это как раз арена, которую я так долго делал давайте делеборнемся на нее на нее можно только перепортнуться, обратно с него идти можно перепортнувшись в магазин торговца вот так вот арена заключается в том, попадайте на обычную арену имперского города но она не такая обычная, как вам кажется тут есть три кнопочки тут есть обменник, давайте я введу тгм, так как нет, не буду вводить наверно в общем, чтобы показать вам, я введу все таки тгм, потому что мне не будет не убить босса выбирайте босса, который вам нужен прочитайте и выбирайте, например, пятый левел давайте выберем босса, он появляется открываем ворота и начинается батл если мы его убьем сейчас кулаками то я покажу, что что будет после того, как вы его убьете в этом очень не уверен кстати, в моде будет система античит так что вы не сможете ввести тгм и прочие вещи, как я сейчас сделал потому что это только для того, чтобы показать мод я пока убрал эту систему система будет блокировать все ваши читы будет выдавать другое совсем давайте убьем его киллом, потому что по-другому мы его не убьем кулаками он пятый левел все таки посмотрим, что же с него упало у него было 25 рубинов арена рубин арена нужны только для того, чтобы их обменивать как-нибудь вещи, деньги или прочее давайте посмотрим вот обменник, тут можно обменять все на рубин арена например, смотрите, деньги стоит 250 рубинов арена то есть рандом, вот эта галочка значит рандом, то есть это скобочка буквы R то есть вы можете получить любое количество денег любое количество камней то есть вообще разные камни все доспехи из игры какие-либо один доспех вы какой-нибудь получите давайте попробуем, нам нужно 250 рубинов арена давайте еще убьем эпик босса так, когда система будет античит тогда вы не сможете убить его киллом, как я его убивал он очень опасен, он может снести многих этот же галак, только переделанный чуть-чуть он меня уже бьет даже в этом давайте убьем его с него падает количество большое алмазов, то есть рубинов арена, потому что это эпик босс 250 давайте посмотрим, сколько у нас получится если мы попробуем купить деньги например нам дали 4000 с половиной золота это вот абсолютно рандомно, то есть вы можете получить 10, 15, 5, 2, 100 рублей 100 септимов и так далее, понимаете тут в этом, давайте еще раз вызовем его, вызывать их можно сколько угодно есть тут мясо, но это чисто для того, чтобы прокачать там меч или что-нибудь, потому что мясе очень много врагов, вот например вот столько убивать их можно вот так вот только, ну я система читы, я сказал, будет поэтому вы не сможете убить их, как я убивал наведем вот так вот, чтобы они все умерли с них падает по одному рубину арены, так как это баланс в моде много, баланс есть, поэтому он еще не до конца доделан, но играть уже можно давайте вызовем 20 уровня босса босс у нас вот такой, он очень тоже опасный, потому что на 20 уровне как честно, если прийти на 20 уровне и попробовать убить босса, у вас ничего не получится у вас должна быть хорошая экипировка должны быть пройти игру полностью, то есть до этого момента чтобы с ним сражаться, так как он очень трудный босс и он может вас очень хорошо убить, потому что он прыгает и от него не скрыться, давайте мы его убьем как я убивал всех остальных и посмотрим что у нас будет дальше с него падает ствол рубинов арены с каждого босса падает рубина арены больше всего падает с эпик босса потом добавятся еще одни этих боссы сейчас просто для демонстрации, давайте вызовем еще одного джигалага подлагивает, потому что дофига трупов на земле валяется сражаться можно сколько угодно при убийстве босса вы можете вызвать еще одного босса потом я сделаю уборщик трупов, который будет убирать трупы, а то на нескольких компах он будет лагать, поэтому давайте еще одного джигалага вызовем с них не падает никакое оружие, оружие можно будет получить только только обменяв я не убил его вот теперь я его убил, давайте возьмем у него рубин арены и посмотрим сколько у нас рубинов арены например мы хотим купить камни мы получили великий камень души это абсолютно рандомно, это очень хорошо у нас 500 рубинов удалено, если не хватает рубинов пишется вот такая вот штука вас не хватает, 1374 рубина арены вот так вот по сути пока на этом наверное все, вы будете вызывать босса я не буду всех показывать, посмотрите сами еще хотел сказать, что в моде будет квест он пока все не доработан, но чтобы его начать вам нужно в этой комнате найти одну определенную вещь, я думаю это не долго будет так как комната маленькая, пока не застроена ничем, даже я вам покажу где находится эта вещь, вот эта вещь вы должны ее взломать, без всяких читов потому что читы будут не работать, вот и все и так, я думаю на этом я закончу мод будет улучшаться я над ним работаю очень хорошо, потому что я хочу сделать что-то большее чем просто арену, и будет квест будет хороший торговец, он будет торговать что он сейчас продает, давай посмотрим так, он продает у нас заклинание давайте, это тестовое заклинание покажу вам, чем оно отличается от обычных заклинаний это заклинание скриптовое так как оно призывает меч навсегда то есть пока вы его не отзовете обратно вот так вот, меч вы можете пока, вы можете его даже убрать нет, вы убрать его не можете, извиняюсь вы можете с ним бегать сколько угодно у него нет времени, но когда вы еще раз попытаетесь призывать, он у вас уберется вот такой вот меч будет дополнительное заклинание, новое прикольное заклинание в общем, на этом я с вами закончу так, я думаю вы посмотрели мод думаю вам он понравился, нет, да, пишите в коментах с вами был Саня, всем до встречи и пока и пока и пока и пока субтитры сделал DimaTorzok